добрый день дорогие друзья вы на канале питомника марине стик сегодня 28 января 2020 года и тема сегодняшнего видео продолжение вчерашнего видео про подрощенных щенков на тему почему подрощенный щенок должен стоить дешевле вот бытует такое мнение что подрощенные щенки должны стоить дешевле я подробно говорила в предыдущем видео можно посмотреть в плейлистах но я в основном рассказывала про экстерьер данной породы чем лучше покупать подрощенного щенка и совсем забыла сказать про здоровье в данной породе существуют генетические врожденные заболевания передающиеся по наследству щенку от родителей которые могут проявляться после возраста 6 месяцев щенку и поэтому приобретающий ночко более младшего возраста не злой заводчик вам что-то умолчал что-то не сказал а просто этого не видно было и если бы даже сходили к ветврачу вам никто бы никакого диагноза не поставил и вдруг в подростковом возрасте после 6 месяцев в год после года вдруг у вашей здоровой собачки что-то вдруг проявилось вот такая серьезная порода чихуахуа у которой помимо проблем с размером весом ростом прикусом есть еще и такие врожденные заболевания как у любой карликовой породы собак гидроцефалия водянка мозга смертельное заболевание если не рассмотреть его вовремя не принять меры не заняться лечением на поздних стадиях это уже не лечится заплевание коленной чашечки потела которая может быть врожденным а может быть приобретенным когда собачка имеет большой вес слабый костячок наоборот скажем так когда она прыгает с дивана растягивает связки выбивает себе этот сустав коленную эту чашечку какой у нас бывает вывих правильно вот и у собак такое бывает оно бывает врожденное а бывает приобретенное и некоторые заболевания присущие данной породе проявляются только в подростковом возрасте когда организм собаки еще растет и развивается и любой сбой в неправильном питании не в неправильном содержании может привести и спровоцировать развитие данных заболеваний поэтому на тему хорошо или плохо подрощенный щенок покупать подрощенного щенка и на тему да мне тоже многие звонят и говорят а подрощенный щенок сколько стоит а почему так дорого подрощенный щенок стоит стоит должен дешевле если щенок здоровый если у него нет никаких заболеваний если у него нет никакого брака и дефекта в процессе например роста и развития данного щенка то дешево он стоит не будет так как подрощенный щенок уже гарантирован вам и по размеру и по окрасу многие щенки этой породы непредсказуемо перецветают многие просят и кричат хочу белого щеночка и когда я им говорю что белых чихуа в природе не существует они мне показывают фотографии щеночков белого цвета породы чихуа возраст которых один месяц это может доказывать и показывать только тот человек который не знает генетику породы чихуа и тот человек которому продавец конечно же будет втирать в уши то что хочет слышать покупатель на самом деле белого окраса щеночки в этой породе остаются белыми на всю жизнь только при условии что если у них где-то на их теле ушки хвостики где-нибудь на груди когда не видно под лапками на животике существует пятнышко любого другого цвета не белого в такой только ситуации собака может остаться на всю жизнь беленькой наш пример тасенька 11 с половиной лет идеальная белоснежная собачка у тасеньки на ушки на левом есть сердечко шоколадного цвета такого же как ее носик все собачка на всю жизнь остается белой в других случаях если собачка у вас белая без пятен значит она покроется перецветет в любой другой оттенок либо в кремовый либо в палевый ну вариантов там много поэтому покупая подрочного щенка вы уже более менее видите его окрас размер прикус так как я уже рассказывала в момент роста и развития едут зубки если вас не интересует ни размер ни окрас не прикус вы берете собаку для души и вас интересует только здоровье в подрощенном щенке больше гарантии вероятности того что вы возьмете собачку здоровую без скрытых генетических заболеваний которые еще пока не видны в маленьком щенке поэтому выбор за вами но цена от возраста щенка не зависит она зависит исключительно от качества экстерьера данной особи если щенок рос и был перспективен но в момент роста что-то изменилось с его прикусом вылезли какие-то разнообразные генетические заболевания которых не было у данного щенка таких щеночков конечно будут продавать дешевле чем качественных здоровых щеночков это раз и второе как многие тут кричат отдают собак бесплатно вы знаете если честно зачастую пристраивают в добрые руки щеночков бесплатно при условии когда у собаки вылезли какие-то врожденные заболевания очень серьезные которые требуют серьезного дорогостоящего лечения это может быть врожденное заболевание сердца это может быть та же гидроцефалия операции лечения таких собачек это скажем так не вопрос одного дня это постоянные поддерживание медикаментозное и если вы очень богатый человек способный оплачивать этот курс лечения столько сколько сможет прожить это животное при правильном лечении сердца или операции мозга от водянки мозга успехов вам будьте добрым человеком возьмите бесплатно собачку породистую с врожденными заболеваниями смертельными вот таких собачек пристраивают и отдают в хорошие руки если это честный человек он вам скажет я имею ввиду продавец заводчик почему он бесплатно отдает такую собачку если это просто человек который хочет избавиться от больного животного которое в скором времени без правильного лечения просто погибнет в его доме то он просто промолчит и придумает какие-то причины почему он отдает это животное поэтому не будьте наивными как тут комментаторы некоторые утверждают вон сколько собачек отдается бесплатно а вы тут все нажиться на собачках желаете ну то же самое могу ответить в ответ а вы все на халяву хотите всю жизнь с протянутой рукой все на халяву взять идите и возьмите и лечите проведите операции на мозге оплатите вылечите больное сердце врожденное отклонение в сердце вы добрый хороший человек вам отдадут такую собачку даром вставайте в очередь так много объявлений инвалидов и больных животных отдают даром никто хорошее даром не отдаст ни один заводчик который кормит ростит принимает эти роды ухаживает растит этих животных отслеживает здоровье производителей для того чтобы получать здоровое потомство но наивные люди почему-то все время считают вот где у нас интересно салоны автомобилей мерседес где даром отдают мерседесы нам надоело я покатался больше не хочу приходи забирай если только как вот некоторые писали мне тоже в комментариях да что вы тут кричите про свои крови гены чемпионы и так далее любые документы продаются и покупаются вот аналогично тем людям которые наивно предполагают что кто-то просто так отдаст щеночка породит любой не важно какой породы не важно какой породы прям вот куча обстоятельств людей складывается очень вот у кого-то аллергия вот у кого-то еще какие-то придумки просто чтобы его отдать и вы его взяли проще сказать что у кого-то аллергия чем сказать что у него больное сердце он у вас сдохнет через пару дней ну вот такие наивные люди я не знаю откуда они берутся век живи век учись и бесплатный сыр только в мышеловке кто отдает мерседесы ну наверное вы купите какой-нибудь запорожец с документами покупными от мерседеса за пять копеек ну все остальное ну ребят ну это не знаю вот просто даже смешно на эту тему разговаривать потом только читаешь вот на всяких форумах все эти сопли и слюни как их обманули как им продали дворнягу за 25-30 тысяч как им продали больного щенка за какие-то бешеные деньги или как они купили опять таки какую-то смесь бульдога с носорогом за пять копеек потому что брали для души а вырос какой-то монстр или еще хуже он был продан больным и сдох гораздо быстрее чем чего-то там выросло и причем это относится не только к собакам и к кошкам лезут в породы майкун бенгалы дорогие породы животных кошек выбирают и покупают их за 3 тысячи рублей и надеются что у них вырастет породистый кот ну смешно я не знаю вот настолько надоела эта тема просто вот не хочется про нее даже говорить вот эта тема посвящена здоровью собаки которая интересует в первую очередь основную массу людей кто ищет себе питомца это здоровье животного поэтому эта тема не подумайте ни о ценах на щенков ни о деньгах просто так как какую тему тут не заведи все сводится к тому что а сколько стоит а подарите нам щеночка нет денег у тебя купить какая-то собачка ты себя прокорми ветеринарии сейчас вот лечение очень дорого у нас случилась питомники беда в сентябре министр покусал масика 10 тысяч в сутки я платила за реанимацию чтоб масик выжил понимаете о чем я говорю никогда не предсказуемо никакая беда вы вышли на прогулку какой-то здоровый пес подбежал и покусал вашего щеночка вы готовы за десять дней сто тысяч рублей за его здоровье отдать вы не можете его купить просят продайте щеночка до десяти тысяч где-то сто найдешь чтоб собака выжила ну смешно ребята кто не подписан на наш канал приглашаю подписаться чтоб не пропустить новые интересные а возможно кому то полезные видео кто подписан оставайтесь с нами до новых видео и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик здоровья вам и вашим питомцам наши питомцы кто-то хочет спать кто-то хочет играть таскает игрушки в предыдущем видео я рассказывала про кормление породы чихуа и показывала как наши пупсики в один месяц замечательно кушают влажный корм фирмы Роял Канин в консервочках и рассказывала про корма и кормление беременных кормящих щеночков про разные варианты если вам интересно посмотрите предыдущее видео от 28 января 2020 года до новых встреч на канале питомника Марии Мистик «Поставь» «Малом»